Именно в этом родильном зале в первую ночь 2017 года появился первый в Приморском крае малыш. Он родился в 00 часов 50 минут. Это кадры самих родов. Роженицу Наталью доставили прямо из-за праздничного стола, а ее ребенка ожидали всей России. Трансляция из роддома номер 3 шла по федеральному каналу. В итоге открыл так называемый родильный год в Приморье мальчик. Назвали Артемий. Первое число он появился чуть-чуть раньше, чем предполагалось, на 38-й неделе. Должны были родить через неделю. На 7 января ставили на Рождество роды. А это Леонид Колесник. Малыш появился вторым в Приморском крае в том же самом роддоме. Родился мальчик новогодней ночью в 2 часа 25 минут. Женщину также привезли буквально из-за праздничного стола. Куранты пробили, и мама со старшим сыном стали смотреть из окна новогодний салют. Вскоре поняли, что досматривать некогда. Поехали рожать. Это врачи не ожидали, а я ожидала. УЗИ ставили на 12-е, врач на 24-е. Ну, а я как собиралась, так и родила. Вы прямо знали, что первое число? Ну, я хотела. Леонид стал вторым в семье. Его старший брат Боря теперь с нетерпением ждет, когда малыш подрастет, чтобы можно было с ним играть. Бладик пока кушает и спит только. А об этой девчушке с длинными ресничками писали многие информационные агентства Владивостока. С самого ее рождения малышка окружила цифра 3. Девочка родилась третьей по счету, в третьем роддоме, в 3 часа дня и стала третьей в семье. Интересно, что приехала мама в больницу еще в 3 часа ночи. Но ей сказали, что сегодня она уже не родит и можно ехать обратно. Но, видать, Аделина, а именно так назвали малышку, решила иначе. И все-таки родилась в первый день 2017 года. Кстати, в многократном повторении цифры 3 родители никакой мистики не видят. Не знаю, совпадение какое-то. Что вы скажете? Я думаю, тоже совпадение просто. То есть никакой это мистики не преследует? Нет, вообще ничего. Кстати, все три мамы сказали, что несмотря на рассказы о праздновании врачей в больницах и о том, что на рожениц в новогоднюю ночь не обращать внимания, в их роддоме такого не было. Праздничного стола медики не накрывали. Запах алкоголя роженицы не учуяли. А акушерки и весь персонал был очень вежливым и оперативным. На самом деле 31 декабря и 1 января, несмотря на то, что это праздничные дни, для акушеров-гинекологов, для сотрудников родильных домов, они всегда являются обычными трудовыми днями. К слову, не только Владивосток может похвастаться новогодними малышами. 1 января в час 40 родился мальчик в Черниговке. Ровно в 2 часа ночи на свет появился мальчик в Арсеньеве. В 3.15 в Хороле приняли девочку. И уже утром в 7 часов 20 минут в Артеме также родилась девочка. Сейчас все первоянварские детки чувствуют себя хорошо и уже находятся дома. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.